Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Сбербанк и Казанский федеральный готовят магистров в области экономики и менеджмента. Ректор КФУ на встрече с казанскими блогерами. Делегация Корейского университета Ханян посетила Казанский университет. В Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялась защита проектов образовательных программ по направлению магистратуры в области экономики и менеджмента. С подробностью мероприятия вас познакомит Аделя Шемилова. В феврале этого года делегация Казанского федерального университета посетила Москву для прохождения специальной стажировки по программе проектирования современных программ магистратуры. Программа была организована корпоративным университетом Сбербанка, сотрудничество с которым ведется не первый год. Тогда в стажировке принял участие ректор КФУ и Шатгафуров. 13 апреля уже в стенах Казанского университета состоялась итоговая аттестация команды Института управления экономики и финансов. Докладчики, которые прошли обучение в корпоративном университете Сбербанка, защищали свои проекты образовательных программ по направлению магистратуры в области экономики и менеджмента. Ожидается, что уже в скором времени в Казанском федеральном университете появятся новые магистрские направления, которые будут наиболее актуальными в сегодняшних реалиях. Более подробную информацию о состоявшемся мероприятии мы расскажем вам в нашем следующем выпуске. Аделя Шамилова, Олег Кашин, Ленар Девлесьяров, Универньюз. Интересную информацию о Казанском федеральном университете можно встретить не только в интернет-изданиях, но и на страничках известных казанских блогеров. В связи с этим в голубом зале КФУ состоялась встреча Ильшата Гафурова с представителями поколения соцсетей. Подробности беседы расскажет Аделя Шамилова. Ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился со студентами и выпускниками университета, которые сумели заявить о себе в блогосфере и добились успеха на различных интернет-площадках. В голубом зале, традиционном месте для деловых переговоров, собрались авторы популярных блогов в стиле лайфстайл, тревел, фэшн, бьюти. Самого горячего контента, собирающего десятки тысяч просмотров, лайков и подписчиков. Побеседовать без формата, ректор пригласил их, чтобы познакомиться с секретами поколения соцсетей и научить университет говорить на их языке. Вообще, очень приятной новостью стало, что ректор заинтересовался блогерами и решил нас собрать, чтобы сегодня в первую очередь познакомиться, узнать и выпускников, и тех, кто сейчас уже учится на данный момент в КФУ. Познакомиться, рассказать о себе, рассказать о своей аудитории и, наверное, предложить какие-то варианты по привлечению новых абитуентов и вообще, как заинтересовать молодежь, подрастающее поколение, кто сейчас заканчивает школу, как в Татарстане, так и в других регионах, как можно привлечь их в Казань и наш университет. Ректор выразил надежду, что беседа будет полезной блогерам. Так сегодняшние и вчерашние студенты смогут вживую познакомиться с миссией КФУ, концепцией его развития и основными приоритетами в позиционировании. Именно поэтому университет важны социальные сети. Площадки, объединяющие людей из самых разных уголков страны и мира, где легче встретить отклик и рассказать друзьям о чем-то интересном в один клик. Вы почитайте вот все, что пишут в благосфере, либо в разных электронных средствах массовой информации. Даже если статьи сами более-менее нейтральные, либо позитивные, то в комментариях, которые также редактор мониторит или определяет, что пропустить, что не пропустить, он тоже делает это целенаправленно. И все это в той или иной степени, конечно же, влияет на сознание людей, которые здесь живут. Стоит принять к сведению, что КФУ уже легко встретить во многих соцсетях. А специально для абитуриентов университет даже создал собственную сеть «Буду студентом». Подогреть интерес потенциальных студентов помогают онлайн-трансляции, видеоэкскурсии, виртуальные дни открытых дверей и, конечно же, конкурсы в популярных форматах. Так, рассказав на своей страничке в Инстаграме, почему хочется поступить именно в КФУ и поставив хэштег «Почему КФУ можно выиграть ценные призы». 13 апреля делегация Корейского университета Ханянг посетила Казанский федеральный университет. На повестке дня стояло обсуждение направлений для сотрудничества и ознакомления с инфраструктурой КФУ. Подробности смотри в следующем сюжете. Делегация Корейского университета Ханянг посетила Инженерный институт Казанского федерального университета. На повестке дня стояли вопросы обсуждения направлений для сотрудничества и ознакомления с инфраструктурой КФУ. Представители университета Ханянг осмотрели выставку Инженерного института КФУ с разработками ученых в области робототехники и 3D-моделирования. Казанский федеральный университет впечатлил нас своими возможностями, в особенности фундаментальными исследованиями. В частности, мы заинтересованы в прикладных технологиях, а точнее инженерных. Мы хотим узнать, возможно ли связь фундаментальных исследований и новых технологий, разрабатываемых здесь. Ли Ки Джунг отметил, что в прошлом году на уровне Министерства образования России и Кореи был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере высшего образования. Поэтому предполагается сотрудничество не только в области инженерных наук, но и во всех возможных сферах, в том числе гуманитарных. Диана Шилова, Андрей Багаудинов, Универньюз. Проект Казанского университета «Испытательный срок» дает возможность старшеклассникам определиться с выбором будущей профессии. В течение одного дня школьники посещают лаборатории, лекции, мастер-классы различных институтов КФУ. Познакомиться изнутри с работой Казанского федерального университета и примерить на себя роль студента смогли старшеклассники различных учебных заведений России. Это стало возможным благодаря проекту «Испытательный срок». В течение всего дня школьники посещали мастер-классы, лекции и семинары, которые проводили преподаватели Казанского университета. «Испытательный срок» проводится в рамках четырех структурных подразделений КФУ. Одним из них стал Институт фундаментальной медицины и биологии. Он образовался всего 5-6 лет назад и довольно-таки молодой, но при этом в институте реализуются очень масштабные крупные проекты, есть потрясающие возможности для занятий наукой. Здесь школьники побывали в различных лабораториях, где узнали много всего интересного. А школьники, которые выбрали знакомство с юридическим факультетом КФУ, смогли побывать в аудиториях, а также услышать много полезной информации об уликах, отпечатках пальцев и даже составить фоторобот. Я рассматриваю КФУ как приоритетный вуз для поступления, именно юридический факультет, потому что я очень люблю право российское, я участвую в олимпиадах, мне очень нравится история общества знаний, поэтому я приехала на этот проект. Свои двери для школьников открыл также Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций, Институт математики и механики. Будущие абитуриенты познакомились с настоящей студенческой жизнью. Анна Глазунова, Леонардо Влетьяров, Универньюз. В Институте управления экономикой и финансов КФУ состоялась ежегодная церемония награждения победителей конкурса ТОП-100. О том, за какие достижения награждают студентов, смотри в следующем сюжете. В Институте управления экономикой и финансов КФУ собрали 100 студентов-лидеров для торжественного вручения памятных дипломов, благодарственных писем для родителей, а также призов от спонсоров мероприятия. Каждому студенту, как будущему профессионалу, важно, чтобы его старания оценивали по заслугам, ведь именно признание его заслуг стимулирует на еще большие старания в учебе и в последующем развитие по карьерной лестнице. Чтобы войти в первую сотню, ребятам потребовалось обладать высоким академическим рейтингом, а также быть активными в творческой, культурной и спортивной деятельности. Конкурс проводился в нескольких номинациях, таких как «Лучшее академическое достижение», «Лучший студент направления», «Иностранный студент-отличник», «Победитель Олимпиад» и «Будущие профессионалы». На церемонии присутствовали заведующие кафедрами и преподаватели, а также приглашенные гости, представители работодателей, такие как Министерство экономики и Федеральная налоговая служба по Татарстану, Исполнительный комитет Казани и другие. Дарьяна Храбрецова, Рустем Садреев, Универньюс. В Елабужском институте Казанского федерального университета стартовала 9-я международная конференция «Тюркский мир и исламская цивилизация». Какие темы обсуждались на конференции, вы узнаете в следующем сюжете. В Елабужском институте КФУ началась 9-я международная тюркологическая конференция «Тюркский мир и исламская цивилизация». В конференции принимают участие более 120 ученых с разных стран мира. Ее основная цель – обсуждение научных проблем и практики изучения языка, литературы, истории и культуры тюркских народов, роли и места ислама в их исторической судьбе. Выступление охватывает внешнеэкономические связи Республики Татарстан с тюркскими государствами СНГ. Мы считаем, что эта тема сегодня очень актуальна и для России в целом, и для Республики Татарстан, поскольку все-таки, учитывая ту международную ситуацию, которая складывается вокруг нашей страны, вектор внешнеэкономических связей России и Татарстана, несомненно, должен сместиться в сторону тюркскоязычных государств, наших братьев по крови, ну и мусульманских государств в целом. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok